Субтитры делал DimaTorzok 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 Нормально идут Это знак Хороший знак нашей работы Что будет дальше, покажет этот матч завтра Составим мы проблемы и верности или нет, будет ясно Спасибо за комплимент Вопросы? Юрий Павлович, два вопроса Мы поедали сразу же после матча с Ахматом, успели поехать сюда посмотреть на Ювертус Какие может быть, насколько полезная оказалась эта поездка Стоило ли так вот мучиться пару часов спать, чтобы такой матч засток сделать? И второй вопрос, какова ситуация сейчас с вашим отрядом травмирована? Конечно, поездка стоила, потому что вот так сложилась ситуация, что вы могли посмотреть Ювертус два дня назад Ювертус произвел, как всегда, очень сильное впечатление Информация для нас хорошая, к размышлению Изменения после предыдущего матча, после матча чемпионата России будут значительные Вопросы далее? Юрий Павлович, точните, пожалуйста, по травмированным Насколько готов, в первую очередь, Круковик, который пропускал по незначительной травме И, ну, все-таки, если можно, кто точно завтра не сможет сыграть, кто сможет сделать Точно не сможет сыграть форт-пан Остальные готовы Да, Эль Джон же И Антон Берешься, да Вопросов нет? Нет вопросов? Давай, Дим, да, вопрос вводим и отпустим его Давай, да, вопрос вводит равно не будет Нам просто потом еще с ним общаться Я хотел узнать по поводу Можно ли вообще с чем-то сравнить матч с Ивентусом на выезде чемпиона? Ну вот, допустим, есть ли сопоставимые матчи в чемпионате России? Или когда последний раз, на своей памяти, вы играли матч с таким, настолько серьезным соперником с таким подходом игроков? Или это вообще одна вещь, на которую не стоит обращать внимание? Как надо реагировать вести себя? Я могу сравнить эту игру с игром с Аплетком две недели назад и, конечно, на предпоседине с чемпионат Европы как и Ювентус и, конечно, на предпоседине с чемпионат Европы как и Ювентус, поэтому могу сравнить Ювентус с ним, две обицы команды, и мы постараемся в завтращной игре делать это шуте, которые сделают второй тайм с Аплетком, но, думаю, это две, давайте скажем так, равные команды. Юрий Павлович, вы можете сдержать роналды на вас? То есть так, что это форма, которая какую-то определенную схему не придумает, но, может быть, есть какие-то все равно мысли о том, как можно его удержать? Ну, пока его еще никто не удержал в этот период. Наверное, нужно и правильно держать всю команду, потому что Ювентус – это не один роналд, и, конечно, каждый игрок на своей позиции – это большой мастер, большая звезда. Акцент, я думаю, неправильно будет делал, то есть только он будет сделан на одного роналда. Юрий Павлович, в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов вы говорили, что перед матчем с Галтасараем общались с Мануэлом Фернандешем, который очень долго играл в Турции, и у него там интересно было послушать его мнение о том, как играет команда, ну, человек, который знает Лигу. У вас сейчас есть команда «Виндик Хеведес», который, может быть, не очень много провел именно матчей за Ювентус, но находился ГОС в структуре клуба. Общались ли вы с вами? Общались ли вы с ним? Или это слишком давно было, и для таких разговоров сейчас нет? Нет, почему? Общение с Хеведесом было по различным моментам, касающимся Ювентуса, потому что игроки, они чувствуют некоторые такие тонкие нюансы, которые видны со стороны. Хеведес хорошо знает эту команду, которую он немного наиграл, поэтому общение с ним было. Здравствуйте, агентство ТАСС. Юрий Павлович, вопрос такой из серии, когда деревья были большие. Через несколько лет назад, точнее, 2-6 лет назад, правда, не здесь, а в Болоне, молодой еще, так можно сказать, тренер Юрий Павлович Сёмин, молодая, еще без трофеев команда «Локомотив», провела свой первый в истории матч Еврокубков. Это было с Хеведесом. В 93-е годы. В 93-е годы, я говорю, почти четверть лет назад. Скажите, какие у вас воспоминания о том матче? И вот если сравнить то время, сейчас, да, и там Роберто Баджо, тут Роналдо, и у Вентус есть у Вентус. А вот как вот ваше личное ощущение? Поделитесь, пожалуйста. Спасибо. Это был первый матч «Локомотива», это был кубок Уэйфа, правильно? Перед этим, мне кажется, Вентус был обладателем кубков. Как тогда, так и сейчас, это звездная команда. Вот мы назвали сейчас Рональдо, а тогда был Баджо, Дельфьера. Кстати, Баджо забил во втором тайме со штрафного первой. И нам гол. Правильно, было это в Болоне. Почему в Болоне, я не знаю, на себе он все время. Редакция была, отчаянная. Может быть. Вот играли в Болоне. Второй матч был в Москве, мы проиграли 1-0. Гол забил Морокки. Но тогда тоже были такие звезды. Я уже двух надувал. Еще и Раванели был. Да, Конте. Был карьерой, кстати, играл. У нас тренировал в Спартаке. Поэтому команда всегда обладала игроками высочайшего уровня. Продолжайте, если можно. А у нас-то какой был состав? Все тренеры? Оленичев, Сорбитов. Оленичев. У нас тоже был хороший состав. Оленичев. Оленичев. Штрафной, правда, от Баджо пропустил. Но, правда, он пробил самый неверк. Вот. А так. Первый танец хорошо играли. Второй. Второй. Три штраф. Молниев и Южик. Ну, это был первый матч. В «Локомотив». Тогда, как вы же все говорите, был пятым колесом. Три штрафа. Так. Три штрафа. Постой. Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо 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 Спасибо